В ПГУ читают Бунина. На сцене его проза и стихи. Сегодня день рождения поэта и писателя. Степ до степ кругом и всюду Нива колосится. Пахнет медом, зацветает белая гречиха. Звон к вечернюю из деревни долетает тихо. Литературно-музыкальный вечер в культурно-просветительском центре ПГУ. На сцене ключевые моменты жизни писателя. Постановка студентов творческой группы «Авангард». У нас был большой отбор стихотворений. Мы решали, какие моменты его биографии лучше затронуть. Почему Бунин? Ну, потому что это очень недооцененный, но при этом великий русский писатель. Он первый получил Нобелевскую премию по литературе из русских авторов. И он, несмотря на то, что большую часть своей жизни прожил в эмиграции, продолжал писать на русском языке. И он себя называл, что я всегда был и остаюсь русским человеком. Эмиграция, жизнь во Франции, вторая мировая. Бунин мечтал вернуться на родину, в Россию. В зале суворовцы студенты и воспитанники школы Макаренко. А еще – приднестровские писатели. Мне кажется, что вот такие вечера должны проводиться постоянно. Потому что мы очень мало знаем о классиках, мы очень мало знаем еще литературы, а это очень-очень обогащает. Когда нам сказали, что это связано с именем Бунина, то, конечно, мы отозвались на призыв прийти сюда и посмотреть эту постановку студенческую. И если такие будут постановки в дальнейшем, мы с удовольствием будем принимать участие. Впервые мы отмечаем день рождения Бунина. Он пережил эмиграцию, когда он не хотел уезжать из своего родного края, из своей России. Иван Алексеевич оставался истинным патриотом своей родины, потому что сто лет назад он организовал первый союз русских общин во Франции. У Ивана Бунина была нелюбимая буква «Ф». Он старался как можно реже ее употреблять. У него практически не было героев с именем на «Ф». Биограф-писатель вспоминал, как сам Бунин признавался, что родители хотели назвать его Филиппом. Малоизвестный момент из биографии Бунина. Сам он когда-то сказал, если бы его назвали Филиппом, он бы и печататься не стал. Сейчас Иван Бунин – один из классиков русской литературы. Его грамматику любви и господины из Сан-Франциско читают в школах, а темные аллеи остаются для многих любовью на всю жизнь.